Достаточно доброжелательные были вопросы, сама обстановка спокойная, которая не нервировала. Внимательно выслушали, дали 15 минут на изложение программы. Елена Хрусталева, депутат от коммунистов, уложилась в 14, использовала слайды. Говорит, сложностей в общении не возникло, хотя на некоторые экономические вопросы ей, доктору медицинских наук, ответить было непросто. А вот Алексей Скосырский, представитель ЛДПР, перед встречей с комиссией размышлял, как уложить все в 15 минут. Ведь 14 февраля, в день выборов мэра, на общение с депутатами отведут лишь 5. Акцент в программе он делает на пополнении бюджета города и решении дорожных проблем. Правда, если вдруг победит, первый шаг будет другим. Мы будем подбирать людей, ну и оценивать, естественно, сегодняшних, и подбирать людей не по принципу, там, хороший-плохой, а по профессионализму. В команду? Конечно, потому что у нас народный мэр был, Владимир Николаевич Баварин, да, он говорил, очень жаль, что хороший человек, это не профессия. Самовыдвиженец Алексей Шипунов тоже посетовал, что кое-как уместил 15 пунктов своей программы в отведенное для кандидатов время. Насколько я понял, в Думе будет выступление короче, и оно, скажем так, там не будет непосредственно защиты программы, там будет какая-то вступительная речь или что-то подобное. Ну, о чем вы будете говорить? Я пока подумаю. Комиссия подумала и решение приняла однозначное – допустить до голосования депутатов Гордумы все 9 кандидатов, среди которых и пенсионеры, и бизнесмены, и исполняющие обязанности главы города Вячеслав Франк. Действительно, программы были интересные, они были очень разные. Кто-то критиковал сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась и в городе, и в целом, что необходимо поправить. Кто-то, наоборот, поддерживал и предлагал мероприятия, которые бы дорабатывали, улучшали бы сегодняшнюю ситуацию. То есть, похожих программ практически не было. Почти все кандидаты говорили в своих программах о необходимости роста зарплат на ведение порядка в коммунальной сфере. Кстати, напомню, «Справедливая Россия» своего кандидата не представила. Они до сих пор ратуют за всенародные выборы. Единороссы со своим кандидатом определяются сегодня. Скорее всего, им станет Франк. Ну, а имя нового мыра узнаем в следующую пятницу. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.